Так, друзья, я приехал в отель и сразу встретил русскоговорящего парня. Здрасте. Здрасте. Вас как зовут? Меня зовут Мехган. А вы откуда? Я из Афганистана. Сколько находитесь в Германии? Четыре с половиной года уже. Как вам страна? Нормально. Работаю. Всем привет, друзья. Я удалось немножко отдохнуть в Праге, буквально одну ночь после перелета из Северной Америки, 10 часов через Брюссель. Сейчас я еду на поезде, приблизительно займет 7 часов в Ганновер. Строительные площадки в Чехии, в Праге в активной фазе, строительство ведется и продолжается. Что касается трудоустройства в Чехии на прямой контракт для граждан СНГ, это достаточно проблематично. Конечно же, мы решаем эту проблему. В последнее время часто попадаются фортепьяны, пианины на вокзалах, в аэропортах. Такая модная тенденция подойти и поиграть. Кстати, друзья, если у вас iPhone последняя версия, рекомендую установить вот такую программу. Здесь можно очень дешево получать интернет по всему миру. Ну, для примера, например, в Чехии 5 гигабайт стоит в аэропорту, ну плюс это еще занимает как минимум 5-10 минут оформления, около 23 евро. Здесь за 13 долларов вы получаете 4 гигабайта без сим-карты, это eSIM-карт, новая технология. Сейчас даже я еду в Германию и купил себе сразу же тариф. Вышло очень дешево, чуть ли не 7 долларов, 5 гигабайт, нет, 3 гигабайта. В общем, здесь выбираете любой тариф, вы спокойно можете использовать. За рекламу мне пока никто не платит. А вот, то есть вы покупаете сим-карту, вы покупаете тариф. После того, как тариф куплен, вы получаете штрих-код, далее заходите в сотовую связь и делаете добавить тариф. После этого сканируете штрих-код и пользуетесь, ну, естественно, активируете и пользуетесь тарифом без сим-карты. Очень удобно, всем рекомендую. Так выглядит вагон. Билет не обошелся в 3000 рублей. В одну сторону. Так, друзья, я приехал в Дрезден. Случилась проблема, мой поезд из Праги. Опоздал на 25 минут. Ну и следующий, соответственно, уехал в Ганновер без меня. Я сейчас меняю билет на другое время. Я подходит, моя очередь, 13.01 провел здесь, в этом офисе. Уже 15 минут, передо мной было где-то 8 человек. В принципе, недолго. Из плюсов хороший Wi-Fi. Прямо сейчас загружаю в Инстаграм ТВ ролик. Где вы еще встречали на платформе, на обычном вокзале, скоростной интернет, бесплатный. Итак, друзья, я в Ганновере. В ближайшие два дня у нас планируется встреча с экспертом направления Оли. Она HR-консультант. Живет более 10 лет в Германии. Кадровое агентство. Лицензия. Все, что необходимо для помощи в трудоустройстве граждан иностранных государств постсоветского пространства. Так, друзья, я приехал в отель и сразу встретил русскоговорящего парня. Здрасте. Здрасте. Вас как зовут? Меня зовут Мехган. А вы откуда? Я из Афганистана. Сколько находитесь в Германии? Четыре с половиной года уже. Как вам страна? Нормально. Работа есть, все есть. Как язык? Сложно? Сложно, очень сложно. Для русских еще сложнее, чем для других. Я понял. Вы на ресепшене работаете здесь, да? Я на... да. А какая средняя зарплата, вот так, если люди переезжают сюда? Если люди переезжают, тут есть система такой, чтобы учиться надо. Если не учишься, просто так будет работать, два тысячи без... два тысячи с половиной... Две-две с половиной тысячи ядра, да? Две с половиной. А если есть какое-то образование, то больше, да? Но... тогда... ну, надо спросить, надо искать туда-сюда, если получается. Иногда есть... бывают возможности, чтобы люди получили хорошие деньги. И... а так... два с половиной дня. Понял. А скажите, а сложно... сложно подтвердить свой диплом? Нет, это... нет... это же... просто так. Надо просто... делать, но... сложнее... нет, вообще не сложнее. Но проблема в том, что если язык... если вы знаете, то повышается, но найдете работу. Но без языка... сложно, да? Сложно, да? А с английским, нет? Я? Нет, если с английским, без немецкого. С английским? Ну, возможно. То есть, если английский знаешь, то можно все равно приехать? Да. Да. Все? Понял. Напоследок, скажите, что бы вы хотели передать тем, кто сюда планирует переехать в Германию и здесь остаться жить и работать? Учите немецкий язык, это... Ребята, учите немецкий язык, это самое главное. Спасибо. Да, не за что. Такой вот номер, и по цене он обошелся в 50 евро.